Атмосфера этого фильма – холод, мрак и отчужденность. Но гнетущее состояние, что появляется через некоторое время после начала фильма, лишь добавляет острых ощущений, настраивает на нужную волну. Начинается фильм как будто бы готический триллер. Но уже через некоторое время понимаешь, что сказок и всякой фэнтези не будет, что это весьма близкое к реальности повествование. В то время ценность человеческой жизни была не такой высокой, как наша. Смертность, начиная с рождения, была в разы выше. Войны шли постоянно. Людей, доживающих до полста лет, считали редкими везунчиками. Ну, повесился курсант Вестпойнта. Ну, повесился и повесился себе. С кем не бывает. Но когда в морге неизвестные вырезали у покойника сердце, тут уже пришлось таки звать на помощь хотя бы отставного констебля. Фильм хочется пересмотреть второй раз, как только дошел до основной развязки сюжета. Знание концовки меняет отношение к актерской игре Бэйла своим персонажем, к его словам и действиям. Иначе воспринимается его поведение в целом. Фильм вряд ли понравится любящим побольше экшена, ждущих множество неожиданных сюжетных поворотов. Это фильм для неспешного получения наслаждения от игры актеров, от бесподобно поданной атмосферы неизвестного нам времени, плавного, тягучего сюжета и ощущения максимальной реальности происходящего. Природа, свет, цвет как нельзя лучше подобраны к сюжету фильма и состоянию им создаваемого. Все серое, тающий снег, промозглость, сырость пробирает даже через экран. Неприлизанную реальность передает всякие мелочи. Постоянно мятая, поношенная одежда даже на уважаемых людях, ведь тогда мало кто следил за чистотой. Стирались редко, уж точно не зимой. Мыться было не модно. Во всевидящем Оке роль Эдгара Алана По исполнил Гарри Меллинг, известный миру как Датли Дурсель из Гарри Поттера. Как по мне, он тут переиграл самого Бейла. Удивила жена доктора. Пока не прочел его аннотации, не догадался бы, что это та самая данная скаля из секретных материалов, за которую актрисе Джиллиан Ли Андерсон дали тучу наград, среди которых Эмми, Золотой Глобус, две премии гильдии киноактеров США. В этом фильме роль у нее небольшая, но запоминающаяся. Говорят, продюсеры сильно рассчитывали на всевидящие Ока. Кажется, что основная цель тут – расширение аудитории, потому как работа явно не предназначена основному потребителю продукции Netflix. А вообще, откуда нам знать, на что там и кто там у них рассчитывал? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!